Вы верите в историю, как предложение вообще? Вы знаете, вот есть, да, есть, постоянно сталкиваешься с артефактами, которые, ну, никак, никуда не укладываются вообще ни во что. И, в общем, они существуют сами по себе и противоречат всему абсолютно, что мы когда-либо там могли читать, видеть, что-то еще такое слышать. Я по образованию физик, поэтому мне понятны многие вещи, которые, ну, скажем, гуманитарий может принять на веру. Я на веру не приму, когда мне рассказывают про найденную гайку где-то в мезозойском периоде. Ну, ребята, есть, там, окаменелость может произойти и такая, потому что масса есть вот таких периодических структур, и такие есть растения или были такие растения, в которых потом окаменелость и кажется, что это вот такая резьба. А для гуманитария, очень часто, доверчивого, начинают рассказывать, что это невозможно, это была гайка, вот она вот не могла быть гайкой, значит, это была какая-то другая цивилизация. А есть что-нибудь еще об этой цивилизации? Нет ничего, есть один артефакт, и его начинают интерпретировать. И это очень часто пытаются, как бы, здания науки разрушить с помощью одного факта. Там, значит, огромный железобетонный бункер одной пулей прострелить, и чтобы он завалился. И кому-то кажется, что так оно и так и можно. Ну, пуля-то вот ее можно разглядеть, она как будто даже реально существует. А об этом бункере, многотонном, защищенном от ядерного взрыва, мы и не знаем ничего. Поэтому возникает иллюзия вот этого малого знания, которое легко воспринимается. Вот я маленькую деталь какую-то, и она вроде бы опровергает все здание науки. Не опровергает, потому что вы в этом здании и не жили. Вам только преподнесли вот этот мелкий артефакт. Например, кинтериальные примеры, полет Рудольфа Креса. Вот когда он стартовал, он, по-моему, из Хальбруна летел или еще откуда-то. Ну, откуда-то, в общем, не из Берлина. Он откуда-то там, с Юго в Германии. И ведь существовали фотографии его отлета, и они существуют реально. Ну и потом посмотрели на самолет, а самолет посчитали. И говорят, странно вообще, как он мог долететь до Англии на таком самолете без дополнительного топливного бака. Вот. Потом посмотрели на номер самолета. Оказывается, самолет разбился под Москвой. То есть его сбили под Москвой там в 43-м, каком? В 42-м году. Проще предположить, что это ошибка. Чем противоположное, потому что проведено было расследование. Было выяснено, что он тренировался. Это не был больник. Ну, я вам говорю, что проще предположить, что это просто ошибка. То есть этот эпизод тщательно расследован, а то, что вы говорите, это эпизод не расследованный. Это только со слов кого-то, кто-то там посмотрел на номер самолета и оказалось, что он совпадает. Ну, вот даже если он совпадает, это тоже могла быть ошибка. Здесь эпизод расследован. Гест тренировался. Нашли этих людей. В тюрьму посадили за то, что они не донесли. Там его приняли. Он же вот живой человек. И тоже есть и протоколы допросов, и свидетелей полно. И вы считаете, что в Нюрнбергском процессе это не он, что ли, сидел? Ну, как физиогномически-то мы все в состоянии убедиться, что это тот же самый человек, который выступал на нацистских митингах. Это-то уж, наверное, неоспоримо. А тогда что вы можете предположить? Что он тихонько там как-то пробрался, а пролетел кто-то не тот. И здесь какая-то тайна была. Да нет, очень... То есть есть целый поток информации, который включает в себя это событие, как связанное со всеми остальными. Отбросить весь этот поток невозможно. Потому что, ну, это были и публикации, и там и люди конкретные, которые об этом писали. И какое-то свидетельство, я впервые об этом слышу, неизвестно откуда, кто, что, как. Ну, тогда кто-то должен написать толстенную книгу о том, что все то, что вам показывали, это неправильно. И ответ на один и тот же вопрос может быть различным, в зависимости от того, какие факторы вы более вескими считаете. Поэтому надо относиться к этому как к проблеме, а не как к отрицанию. Вы не можете одним каким-то фактом или одним домыслом отрицать это все. Надо, чтобы это вошло в мировую науку, чтобы нас с этим согласились, чтобы специалисты согласились. Я столкнулся с тем, что история Великой Отечественной войны фальсифицирована. Она фальсифицирована пропагандой, прежде всего. И пост уже, не пост коммунистической, а послевоенной пропагандой. То есть надо было представить все это дело, скрыв очень многое. И поэтому очень примитивное отношение к войне, как к такому явлению. Мы герои, они негодяи и преступники. Вот такое примитивное отношение. Ну, там сложная ситуация, сложная. И подавляющее большинство немцев, я абсолютно в этом уверен, не знали, что творится в концлагерях. Их никто не пускал, и об этом никто никогда не писал. А вся вина возложена на немцев, вообще на всех немцев. Так же, как и на нас будет возложена вина за эту войну текущую, на всех. То есть картина историческая объемна. И можно там уклониться в одну сторону, видеть одну деталь, уклониться в другую, другую деталь. Но объемность требует не просто усилий каких-то отдельных людей, или презентации какого-то сомнения в отдельной передаче, а действительно объемного видения со стороны разных людей. Тогда складывается, более или менее складывается какая-то картина. Одна из проблем гуманитарного знания, в том числе и исторического, в том, что созданием объемной картины никто не занимается. Я несколько лет посвятил тому, чтобы собрать нужную информацию, сложить ее, как такие тоже большие альбомы я издал. Эти альбомы были посвящены Древней Греции. Один альбом Афины и Атика, Древняя Афина и Атика, тоже такое толстенное издание, большого формата, с большим числом иллюстраций. Второе издание – это Древний Пелопонез, третье издание – Древняя Фракия, четвертое издание – Древний Кипр. Там я попытался создать базу знаний, я собрал все, что есть. Очень кратко, но обо всем. Не с кем об этом разговаривать. В России антиковедение, к сожалению, как я предполагаю, скорее всего, уже закончилось. Понимаете, мы все время, у нас соблазняет тайна, давайте мы все превратим в тайну. А есть уже истина. Вот надо отталкиваться от достигнутой научной истины, а не стремиться к тому, чтобы эту истину обязательно свалить. Я как раз против этого и все свои исторические исследования, я исхожу из того, что если ты находишь что-то, что-то такое отличное от стержневой линии, то десять раз подумай и представь это как возможность, как гипотезу. Не надо это объявлять, что это рушит вообще все наши представления об истории. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok